Закончились выходные и праздники, пора вернуться к обычным делам. Пора вспомнить и о том, что ваша любимая машина требует к себе внимания и понимания. Но деньги все потрачены, и стоит вопрос, как бы обслужить свою машину профессионально, но недорого? Что особо становится очевидным, вспоминая сумасшедшие суммы, уплаченные в дилерском центре за очередное плановое ТО. А что заставляет человека, как зомбированного кролика, вести своим трудом заработанные денежки дилеру? Страх потерять гарантию на автомобиль. Давайте выполним простые арифметические действия. За два года, а у некоторых автомобилей три года гарантийного срока, вам нужно будет как минимум трижды пройти ТО. И отдать за все это удовольствие от 30 до 40 тысяч рублей. Серьезный заводской дефект проявит себя очень быстро. Ну а если что-то по мелочи выйдет из строя, вспомните потраченные на ТО деньги. И стоило ли оно того? В случае серьезной поломки, вам еще и пободаться с дилером придется, доказывая, что это гарантийный случай. Нынешняя судебная практика показывает, что дилер не вправе отказывать владельцу в бесплатном гарантийном ремонте, в том случае, если машина обслуживалась на независимом автосервисе. Итак, если вы решили не переплачивать за обслуживание машины, внимательно изучите сервисную книжку. И все станет понятно, когда и что менять. Автопроизводители, конечно, стремятся привязать автовладельцев авто к дилерскому центру. Всячески запугивание отлучением от гарантии. Но все же информация по обслуживанию в сервисных книжках обычно представлена доходчиво. А если вы сами не можете разобраться, что к чему, можно обратиться к профессионалам. Итак, большинство автомобилей города Магнитогорска исполнилось три года. И они проехали примерно 25-35 тысяч километров. Что им необходимо поменять, кроме масла? Настало время поменять охлаждающую жидкость двигателя, заменить воздушный фильтр, поменять свечи. Ну а также меняются салоны фильтров каждой ТОО. Откуда у вас такая информация? А у нас есть технические программы и документация. И необходимо ли мне ездить по всем магазинам, которые продают запчасти? А вообще-то некоторые рекомендуют производителям только брать оригинальные материалы. Или у вас это все есть? У нас это все есть в наличии. И мы работаем с неоригинальными запчастями. Мы взяли, к примеру, для начала дешевые автомобили, которые 90... Не 90, прошу прощения, 80, а может быть даже 70%. А ездят по городу и Volkswagen ездят, и Audi ездят. Вот это, в принципе, одно и то же. На них что, тоже можно подобрать запчасти? Да, на все запчасти, расходные материалы, на самый популярный сегмент автомобилей есть в наличии. Ну вот, допустим, я проскочил срок замены масла. Рекомендуют 15, я проехал 17. Что делать? Для этого необходимо промыть двигатель. Многие не знают, что такое промывочное масло, точнее 5-минутка. Как оно работает? 5-минутка работает очень просто. Во многих машинах, обычно, это после продолжительного пробега, кто сделал перепробег на машине, заливаем 5-минуточку. Она, наоборот, разжижает масло, остатки вот этого кокса, всего. И лучше слить отработанное масло с 5-минуткой, чем просто масло. Она снимает весь нагар с поддона, с самого двигателя. Самый тяжелый случай, когда мы открываем крышку масляного заливаемого горловины и видим там солидол. Можно ли с этим справиться? Можно. Можно 5-минуткой и потом еще даже можно промыть промывочным маслом. Необходимо ли снять крышку картера, чтобы еще снизу убрать? Ну, и по желанию клиента. Если он хочет, то можно. А так обычно нет. То есть, в принципе, можно вернуть девственность организму? Она вымывает. Она очень хорошо вымывает. 5-минутку очень хорошо. Сколько у вас занимает процедура замены масла? До получаса. Можно ли сразу обслужить несколько автомобилей? Можно. Допустим, одна машина, пока масло сливается, я могу поднять вторую машину и посмотреть ходовку. И так же сами начать делать тв. Это, наверное, наше поколение знает интервалы замены ГРМов, тормозных колодок и всего остального. Ну, чтобы диски потом не кончать. Вы можете, взяв машину, продиагностировать ее, потом рекомендовать человеку, где и когда что сделать. Ну, понятно, где сделать, а когда. Да, конечно. Вы приезжаете на каждое ТО. В зависимости от того, как вам предписано в сервисной книжке, каждые 15 или 20 тысяч километров, мы смотрим на состояние вашей тормозной системы и рекомендуем, менять вам колодки или нет. А ремень ГРМ как можно продиагностировать? Ремень ГРМ, он меняется по предписанию в сервисной книжке. Радует и то, что здесь вы наблюдаете весь процесс. И кроме того, вы можете побеседовать с профессионалом, обслуживающим ваш автомобиль. Он даст дельный совет и раскроет тайну, от чего ваша ласточка бензина больше потреблять стала. Надо понимать. Здесь все операции на вашей машине производятся с вашего ведома и согласия. Даже если вы оставили машину на сервисе, а сами занимаетесь другими делами, вам обязательно позвонят и согласуют все дополнительные работы, которые возникли в ходе ремонта или планового ТО. И как привлечь клиента ценой и какие-то другие способы работы? Мы постоянно изыскиваем пути для снижения цены для клиентов. Самое главное, что позволяет нам предоставить конкурентную цену, это то, что мы работаем напрямую с производителями и импортерами запчастей и масел, что позволяет убрать из стоимости товара маржу посредников. Но есть и другие разнообразные приемы. Например, мы продаем масло не только в привычных канистрах, но и разливное из бочек. Известный факт – чем крупнее фасовка, тем ниже цена. Опять же, клиент может купить ровно столько масла, какой у него заправочный объем, и ни грамма больше. То есть здесь клиенту не приходится переплачивать. Ну и такие приятные мелочи. Итак, цена Мобиль 1 10W40 4 литра 1200 рублей и бесплатная замена. Кастрол Синтетика 5W40 1295. Отличная цена. Не замерзайка, кстати, самая дешевая в городе. Ну и, разумеется, спецпредложение. А в чем еще эксклюзивность автомастера? Широкий выбор тормозных колодок в наличии. Очень удобно для клиента. Вы покупаете у нас колодки и сразу же меняете их на нашем сервисе. Это для клиента чем хорошо. Вы экономите время, а время сейчас – это деньги. У каждого крутого специалиста есть свои слабости. Слабости автомастера – это дорожные карты. И вообще, карты стран, городов, сел, деревень. Ну это мы утрируем, конечно. Здесь и нигде больше в Магнитогорске вы не найдете такого выбора карт. Городов и регионов России и зарубежья. Городов и регионов России. Городов и регионов России. Городов и регионов России. Городов и регионов России. Городов и регионов России.